Фильм «Вместо песен» предложил зрителям городской клуб авторской песни «Островок». Этим летом участники клуба совершили путешествие по Грузии, впечатлениями решили поделиться с запорожцами. Две недели экспедиции, сотни километров пути и 1600 репортажных снимков, вместившие впечатления от встреч с людьми, городами, памятниками архитектуры и другими достопримечательностями Грузии. Фотофильм назвали «Сиятельная Грузия», выразив уже в названии свое восхищение этой страной. В прошлом году участники клуба уже посещали Грузию, но одной недели оказалось слишком мало. На этот раз удалось охватить полстраны – Кахетия, Калхида и Меретия. Идея фильма появилась у меня еще и в прошлом году, поскольку я второй год подряд выезжаю в Грузию. И показалось, что в прошлом году это была идея удачной, а поездка нынешнего года, она была более масштабная, поскольку мы побывали во многих уголках Грузии. Все места были очень интересными. Очень понравился Тбилиси. Шикарнейший город Батуми. Кроме памятников архитектуры древности и средних веков, сказочных замков и крепостей, путешественники с особым чувством вспоминают душевное отношение грузинов к украинским туристам, а еще Алазанскую долину и грузинское вино. Среди причин поехать именно в эту страну участники экспедиции называют отсутствие виз и желание увидеть новую Грузию. Исторические памятники, которые в Грузии, они их сохраняют, трепетно, кстати, сохраняют, за ними следят, ухаживают, вот сейчас восстанавливают многие. Поэтому мы решили, так сказать, вспомнить то далекое советское время и вернуться обратно в Грузию, увидеть сказку новой Грузии. Сказочная страна. Туда я советую поехать каждому, кто, так сказать, еще там не был. Кстати, путешествовали запорожские островитяне, как настоящие туристы с палатками и котелками, а передвигались по стране на рейсовых автобусах. Следующим летом в клубе «Островок» планируют другие путешествия. Может, это будет Турция, может, другая страна, пока не решили. В любом случае привезут не только фото-впечатления, но и новые песни. Продолжение следует...